Актер Александр Дьяченко тщательно оберегает личную жизнь от посторонних. За плечами звезды брата 2 и мажора есть неудачный брак. Кроме того, привлекательному артиста постоянно приписывают то новых любовниц, то внебрачных детей. Несколько лет назад внезапно девушка по имени Эвелина Аптус объявила себя внебрачной дочкой Александра. С 1993 года Дьяченко жил в Америке, в Чикаго он познакомился с американкой Дженни. Они встретились на вечеринке в общей компании. Вношения развивались постепенно и в конце концов привели к свадьбе. Однако спустя какое-то время Александру показалось, что его жене на него плевать. Все, что я нашел в Дженни, во что влюбился, все это было разыграно талантливо только для того, чтобы наш брак случился. А потом я как будто проснулся и увидел рядом с собой совершенно другого человека. Признался, актер в одном из своих интервью. В 2004 Александр вернулся в Россию. Карьера пошла в гору, а от поклонниц не было отбоя. По собственным признанию, он не слишком доволен амплуа героя-любовника, а главной женщину своей жизни на публике всегда называет маму. Артист живет один и полностью погружен в работу. А в 2014 неожиданно объявилась внебрачная дочь актера Эвелина Аптус. Она жила в Израиле и служила в армии, услышав от матери, что ее отец знаменитый артист. Девушка даже сменила фамилию в соцсетях на Аптус Дьяченко. Александр предлагали пройти тест на отцовство. Эвелин утверждает, что не претендует на богатство отца и все, что она хочет, это признание. Однако Александр заявил, что в подобных шоу участвовать не станет. Дескать, если есть подозрения, то ребенок обычно сначала связывается с потенциальным папой, а не идет сразу трясти грязным бельем. На всю страну скандальной передачи. Меж тем, светским хроникером программ, ты не поверишь, на канале НТВ удалось поговорить с 27-летней девушкой, как оказалось. Она вот уже несколько лет пытается хотя бы перекинуться парой слов с Дьяченко, но тот даже слушать ее не хочет. Четыре года назад она попыталась вручить Александру Станиславовичу цветы после спектакля с его участием. Однако он отказался принимать букет. Дьяченко не захотел видеть. Эвелин даже когда загремел в реанимации с коронавирусом и оказался на грани жизни и смерти. Она мне недавно позвонила, хотела поехать к нему. Когда он попал в больницу, я сказала, что не надо ехать, он не примет. Поделилась. Бабушка Эвелин. А что думаете вы по этому поводу? Пишите свои мысли в комментариях.